Приветствую вас возле Магуси, братья и сестры. Хочу рассказать вам одну историю. Наверняка, может быть, вы ее знали или читали. Хочу рассказать о фреске «Тайной вечери», которую написал Леонард Де Винчи. Она находится в Милане, в женском монастыре. Написал на нее в XV веке. Вот удивительно, как он ее писал. Ее, скажем так, курировал один из кардиналов, чтобы ее вовремя написали. И вот Леонард Де Винчи остановился на середине своей работы. Ему осталось написать «Добро и зло». Добро в лице Господа нашего Христа, а зло в лице Иуды. Но не мог найти для себя подходящих персонажей, которые бы соответствовали этим противоположностям. И вот в один день, придя на службу, услышав замечательное хоровое пение мальчиков, он увидел одну юношу, который не только красиво пел, но и соответствовал образу, его пониманию добра. И он попросил его прийти и написал с него лик Христа. Произошло со временем непредвиденное. Роспись этого собора и вообще написание этой фрески затянулось. И спустя три года, когда уже на него стали вот прям наседать, что давай завершай работу, Леонардо Де Винчи от безысходности стал искать хоть кого-нибудь. И вот, проходя уже мимо одного дома, увидел в источной канаве лежащего человека, который был грязный, весь нечеловечный, я бы сказал. И он попросил своих помощников, чтобы его привели в собор, и он нарисует с него Иуду. То есть, противоположность злу. И вот, пока он нарисовал с него Иуду, тот немного протрезвел. И когда, открыв глаза, увидел фреску, закричал, я уже ее видел. Леонардо Де Винчи, недоумение спросил, когда же ты ее увидел? Когда ты здесь был вообще? И кто тебя пустил? Он сказал, тогда, когда вы с меня рисовали Христа. А после того, как нарисовали, буря Житейского моря, в которых я много совершил ошибок, поглотила меня. И вот, удивительно, с одного и того же человека Леонардо Де Винчи нарисовал как Христа, так и Иуду. И у нас то же самое. Продолжение следует...